Гепарин, кислый серо содержащий гликозаминогликан, впервые выделен из печени. Клинической практике известен как прямой антикоагулянт, то есть как вещество, препятствующее свертыванию крови. Применяется для профилактики и терапии тромбоэмболических заболеваний, при операциях на сердце и кровеносных сосудах, для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, а также для предотвращения свертывания крови при лабораторных исследованиях. Синтезируется в тучных клетках, скопления которых находятся в органах животных, особенно в печени, легких, стенках сосудов. История открытия Открытие гепарина датируется 1916 годом. В этом году его совершенно случайно открыл тогда еще студент медицинского факультета университета Джонса Хопкинса, Джей Маклин. Профессор кафедры физиологии Уильям Хауэлл дал задание своему ученику изучить тромбопластическую активность человеческого организма. Маклин стал исследовать липоиды фосфатиды печени и сердца. Исследуя гепарфосфатиды, Маклин заметил, что они не только не повышают свертывание крови, а наоборот проявляют антикоагулянтную активность. Наблюдения Маклина были опубликованы в американском журнале «Физиология» в 1916 году. Химическое строение Гепарин относится к семейству углекозаминогликанов. Его молекула представлена несколькими полисахаридными цепями, связанными с общим белковым ядром. Белковое ядро же включает в свой состав в основном остатки двух аминокислот – серина и глицина. Приблизительно две трети серии новых остатков как раз и связывается с полисахаридными цепями. В основе последних лежит цепочка из повторяющихся дисахаридов альфа-деглюкозамина уроновой кислоты, соединенной от одними до четырьмя гликозидными связями. Большинство остатков альфа-деглюкозамина сульфатировано по аминогидроксильной группе, небольшая часть аминогруппы М-Б ацетилирована. Звенья уроновой кислоты представляют собой остатки л-дуроновой кислоты или эпимерные остатки д-глюкуроновой кислоты. Благодаря наличию значительного количества отрицательно заряженных сульфатных и карбоксильных групп, молекула гепарина представляет собой сильный природный полианион, способный к образованию комплексов со многими белковыми и синтетическими соединениями поликатионной природы, несущими суммарный положительный заряд, длина полисахаридных цепей эндогенного гепарина может быть разной, а, значит, и молекулярная масса его тоже колеблется в широких пределах от 3000 до 40000 дельтон. Средняя молекулярная масса коммерческих гепаринов, используемых в качестве лекарственных препаратов, колеблется в более узких пределах от 12000 до 16000 дельтон. Последнее время была получена группа низкомолекулярных гепаринов, обладающие дополнительными свойствами. Часто количество гепарина измеряется в единицах действия по его физиологической активности способности предотвращать свертывание плазмы крови. Одна единица действия равна 0,077 мг международного стандарта гепарина. Биосинтез Субстратами для биосинтеза гепарина являются глюкоза и неорганический фосфат. Присоединение сульфатных групп осуществляется после полимеризации, но некоторые ученые предполагают, что сульфатирование происходит на более ранних этапах, то есть еще на уровне низкомолекулярных предшественников. Среди ферментов, участвующих в биосинтезе гепарина, выделяют различные гликозилтрансферазы, сульфатрансферазы и пемеразы, многие из которых выделены в чистом виде и есть ряд фактов, указывающих на то, что биосинтез гепарина происходит в тучных клетках. Гепарин обнаружен в гранулах тучных клеток. В самих тучных клетках содержатся ферменты, участвующие в биосинтезе кислых гликозаминогликанов. Меченые предшественники включаются в гепарин гранул тучных клеток, но предварительно меченый гепарин в последних не обнаруживается. Последний факт опровергает также версию, где тучные клетки рассматриваются всего лишь в качестве накопителя гепарина. Матрица для формирования гепарина белоксерглицин Физиологическая роль взаимодействия с антитромбином 3 Считается, что гепарин реализует свою антикоагулянтную активность через активацию антитромбина 3. Гепарин, обладая большим суммарным отрицательным зарядом, связывается со специфическими катионными участками антитромбина 3. В результате конформация молекулы последней меняется и антитромбин 3 приобретает возможность инактивировать факторы свертывания каликреин. Серий новой протязы взаимодействия с липопротеинлипазой Обнаружено, что гепарин способен проявлять гиполепидемическое действие, повышая активность липопротеинлипазы. Липопротеинлипаза с помощью протяглика новых цепей гепарин сульфата связывается со стенкой капилляров. В большом количестве липопротеинлипаза содержится в сердце, жировой ткани, селезенке, легких, мозговом веществе почек, диафрагме, молочных железах. Крови липопротеинлипаза почти не содержится. Так вот, после введения гепарина незначительно увеличивается концентрация липопротеинлипазы в крови. Видимо, гепарин высвобождает ее в кровеносное русло. Гепарин в фармакологии Фармакодинамика гепарин, вводимой в человеческий организм, действует также, как и эндогенный, активирует антитромбин 3 и липопротеинлипазу. Фармакокинетика эффект после введения гепарина развивается довольно быстро, но продолжается в течение короткого времени. Так, при однократном внутривенном введении угнетение свертывание наступает сразу и продолжается тильда от 4 до 5 часов. При внутримышечном введении действие гепарина проявляется спустя от 1-5 до и продолжается до 6 часов. При введении в подкожную клетчатку эффект наступает через от 4-0 до и длится 8 часов. За счет большой молекулярной массы плохо проникает через гематоплацентарный барьер. Период полувыведения 3-0 до противосвертывающий эффект гепарина усиливается при одновременном применении других антикоагулянтов, антиагрегантов и НПВС. Алкалоиды спороньи, тараксин, тетрациклин, антигистаминные средства, никотин способны снижать противосвертывающий потенциал гепарина. Получение для лечебных целей гепарин получает из печени легких и слизистой оболочки кишечника крупного рогатого скота. Показания, профилактика и терапия тромбоэмболических заболеваний и их осложнений, тромбообразование при операциях на сердце и кровеносных сосудах, при остром инфаркте миокарда, также для поддержания жидкого состояния крови в аппаратах искусственного кровообращения и гемодиализа, для предотвращения свертывания крови при лабораторных исследованиях. Тромбоз глубоких вен – побочное действие. Гепарин способен вызывать побочное действие со стороны различных систем организма. Действуя на свертывающую систему гепарин способен спровоцировать тромбоцитопению, желудочно-кишечные кровотечения, кровотечения в месте введения, в областях подвергающихся давлению из операционных ран, а также кровоизлияния в других органах. Со стороны пищеварительной системы отмечается тошнота, снижение аппетита, рвота, диарея, повышение активности печеночных трансаминаз, Возможно также аллергические реакции, гиперемия кожи, кожный зуд, лихорадка, крапивница, ренит, бронхоспазм, коллапс, анафилактический шок. При длительном применении побочное действие выявляется и со стороны костно-мышечной системы, остеопороз, спонтанные переломы, прочие. Приходящая лапеция, гепальдостиронизм, безопасность препарата гепарина производится из природного сырья и стандартизация их не во всех случаях проводится должным образом. В марте 2010 появились сообщения о серьезных побочных последствиях от применения гепарина в Китае, США и Германии. Противопоказания. Различные заболевания, сопровождающиеся замедлением свертывания крови, гоморрагические диатезы, гоморрагический инсульт, кровотечение любой локализации, тяжелые, нарушения функций почек и печени, форма выпуска. Выпускается гепарин в виде натриевой соли в герметически закрытых флаконах и ампулах по 5 мл с активностью 5000 йет в 1 мл. За рубежом производят также кальциевую соль гепарина. Кальциепарин последний выпускается в виде водного раствора, содержащего в 1 мл 25 000 йет. Специальные шприцы содержат 0,2 мл раствора. Режим дозирования. Режим дозирования индивидуален, зависит от применяемой лекарственной формы, показаний, клинической ситуации и возраста пациента. При остром инфаркте миокарда рекомендуется уже в условиях оказания скорой помощи вводить гепарин внутри вена в дозе 1,500-2000 йет и продолжать в условиях стационара. Минимум от 5 до 6 дней подкожное введение в дозе 40 000 йет в сутки. При периферических тромбозах вводят сначала 5000 йет гепарина внутривенно, затем 3,000-4,000 йет. Суд, от 3 до 6 раз, суд подкожно или через инфузаматы с расчетом 18 йет, кагастерийск, час под контролем АЧТВ. Для профилактики тромбоэмболии гепарин вводят по 5000 йет подкожно от 1 до 2 раза в сутки в предыпостоперационный период. При массивных тромбозах легочной артерии препарат вводят капельно в дозе 4,000-6,000 йет в течение от 4 до часов, затем переходят на внутримышечное введение по 40 000 йет в сутки. При прямом переливании крови гепарин вводят в вену донора по 7,500-1,000 йет. Продолжение следует...